В эфире? Да, в эфире. Коллеги, всем добрый день. Мы начинаем день Ярославской области на выставке «Знай наше лето» и просим прощения за небольшие технические неполадки, но мы постараемся всю нашу программу отработать. Четыре часа интересных мастер-классов от ведущих экспертов, которые ждут нас в ближайшее время. Я буду с вами все это время. Я представлюсь. У меня тут Алексей Кузнецов, руководитель Центра развития туризма Ярославия. Рядом со мной исполняющий обязанность директора Департамента туризма Ярославской области Владимира Лысенко. Также здесь с нами медведь, известный и получивший также в том числе на площадке Profit Travel много отзывов. Этот медведь, он такой в штанах деловой, потому что мы вещаем из офиса Департамента туризма. Именно здесь вот рождаются все маршруты, которые мы вам представляем. Сегодня мы поговорим вообще о летних предложениях Ярославского региона, но начнем, наверное, все-таки с небольшого вступления о целом регионе и о его туристическом имидже. Владимир Алексеевич, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги, все, кто нас смотрит, приветствуем. Да, еще раз мы извиняемся за задержку, постараемся быть лаконичными и краткими. Ну, всем известный Ярославский регион находится в непосредственной близости от нашей столицы, от границы с Московской областью. Ярославский регион – это культурно-историческое наследие, 12 городов. Фактически здесь формировалась государственность России как государства, как и объединение территорий княжевских в единый центр под управлением. Это все отражает наше культурно-историческое наследие, и тот природный ландшафт определяет интерес к нам и непосредственная расположенность к крупным транспортным хабам. Вот как раз мы хотим начать с момента нашего расположения. Помимо того, что у нас существуют автомобильные наши трассы М-8 и железная дорога, у нас из самых последних новинок транспортной доступности появились рейсы из Шереметьево в Тунуш, новый аэродром. Рейсы за порядка 40 минут. Полетная программа удобная для тех городов, которые находятся в 2-х, в 3-х часах удаления от перелетов от Москвы. И самолеты отправляются к нам в 9 часов вечера. Удобно в вашем городе выбраться в Москву, прилететь где-то в 9-8 часов полдевятого, прилететь в Москву и успеть на этот рейс в Тунуш. И также утром рано в понедельник в 6 с небольшим рейсы отправляются в Шереметьево. И как раз начинается разлет по всей нашей родине великой. Можно уже в общем-то порядка в 9, в 10, в 11, до 12 часов дня вернуться к себе. Мы считаем, для нас это большой успех, аэрофлот наш такой в этом отношении партнер. Помимо этого мы сотрудничаем с авиакомпаниями небольшими, конкретно с компанией Айзимут, которая у нас выполняет рейсы. Вот сейчас на данный момент она, конечно, больше для нас, для наших жителей на юг. Но мы подписались с ними соглашение и подумаем о развитии других направлений. И у нас есть еще рейсы в Петербург, которые у нас возобновляются. Это как раз мы об этом говорим для тех, кто крупных операторов, которые составляют сборные рейсы посещением нескольких городов. Таким образом, для нас есть возможность комбинировать маршруты, прилететь, например, начать с Петербурга, перелететь в Ярославль. Или, опять же, переехать, потому что у нас есть прямое сообщение железнодорожное с Петербургом и с нашим городом Рыбинск. Конкретно отдельно эта ветка, она параллельно идет направлению Москва-Тверь-Питер. То есть это Москва, Ярославль, Рыбинск и дальше на север. Помимо этого, с сотрудничеством РЖД мы развиваем непосредственно... Я бы скажем про Питер, что с 18 апреля у нас возобновляются рейсы. Будет три рейса в неделю и с июня пять рейсов в неделю у нас из Петербурга до Ярославля. Да. И у нас, что еще хорошего с РЖД происходит? Сейчас мы стараемся делать дополнительные остановки для наших скоростных поездов. Конкретно сейчас мы приблизили город Переславль-Залезский. Это вообще, я считаю, уникальный город. Чем? Что он? Это единственный город Золотого Кольца, входящий в маршрут Золотого Кольца, который со всех сторон в каждом направлении граничит городом Золотого Кольца. Это Сергий Посад, Суздаль, Ростов и Углич. И там находится одно из больших пресноводных озер, знаменитых Плещеево озеро, на котором Петр I начинал строить свой флот и вообще, в общем-то, влюбился в парус и ветер, и, в общем-то, в морские приключения. Здесь зарождался русский военный морской флот. И для нас это сердце, это озеро, это сердце нашего Золотого Кольца. Мы так по рабочему названию это позиционируем. И, соответственно, мы сегодня сделали остановку непосредственно скоростных поездов рядом с Переславлем. И по выходным дням у нас сегодня из Москвы в субботу и пятницу отправляются поезд непосредственно в Переславль-Залезский, и практически, подъезжая к центру города, сегодня можно с Ярославского вокзала сесть и приехать в Переславль, провести весь день или остаться на ночь и вечером сесть и поездом уехать обратно в Москву. Ну вот для тех, кто знает проблематику, поймет, насколько это такое достаточно решение интересное. Помимо этого, вместе с РЖД у нас развивается сотрудничество именно туристических поездов. И уже вот 19 марта к нам прибыл первый туристический поезд, тоже в стилистике советских составов, с возможностью находиться в поезде в Москве, сесть и проехаться через Великий Новгород, приехать к нам в Углич, весь день провести в Угличе, посетить наши интересные места. Помимо храмов, это достаточное количество интересных музеев, частных музеев, государственных музеев. И отпробовать нашу гастрономию, наши шедевры гастрономические, которые достаточно в каждом нашем муниципальном районе присутствуют. В общем, подытоживаю, скажу, что транспортная доступность, это, наверное, конечно, самое важное, что может быть для нас, кто управляет территорией, кто работает с увеличением туристического потока. И в этом направлении нами определенный путь пройден, мы на этом не останавливаемся. Дальше работаем с нашими межрегиональными связями и формируем маршруты непосредственно в формате создавшегося Большого Золотого Кольца и появившейся трассы 132-й, которая будет объединять регионы Большого Золотого Кольца. Фактически это регионы вокруг Московской области, которые граничат. Сегодня, помимо железнодорожных авиационных транспортов, прежде всего мы большая водная артерия. Я бы сказал так даже больше, если так поразмыслить. Вот Рыбинское водохранилище, это фактически морской перекресток России. Если вы хотите прийти водным путем в Москву из любого города, вы пройдете мимо нас. Соответственно, если мы хотим из Москвы дойти до Казани и на юг до Каспия, либо до Питера, мы все равно пройдем через Рыбинское водохранилище. Это интересный объект, много споров было, зачем так затопили. Но на самом деле проблематика существовала еще с времен Петровских. И если помните, бурлаки на Волге, это как раз проблемы с уровнем северных рек. И хлеб доставлять в Питербург было невозможно. Только до Рыбинска большими судами можно было доходить. Дальше осадка не позволяла идти. И как раз поэтому организовалась в Рыбинске большая хлебная биржа. И хлеб продавался купцами большими, малым купцам. И дальше, можно сказать так, на газелях они тащили это наверх в Питер и далее. И вот эта экономика была замечательной, позволила развиваться городу Рыбинску. Но проблема больших судов, она существовала. И было понимание, что нужно строить каскадное сооружение и делать плотины и увеличивать уровень северных рек. Эта стройка была осуществлена в начале 40-х годов. Ну то есть 36-й год, 32-й год. Начинается проектирование. И к 40-му году появляется первая плотина в Угличи. Далее появляется плотина в Рыбинске. И Рыбинское водохранилище это две реки. Это Волга и Шексна, которые фактически образовали вот этот вот бассейн. Акватория 120 на 60 километров. Это полноценное море. К сожалению, да, действительно мы потеряли определенную территорию, богатую наследием. Моложским уездом города Молога. Сегодня, сейчас нам кто-то показывает, что-то случилось. Все нормально? Все нормально. Нас слышно, хорошо. Нас слышно, если слышно, напишите. Если не интересно, говорите дальше, мы не будем рассказывать так долго. Я почему так подробно останавливаюсь именно на нашем водохранилище, потому что водный туризм и посещение нас, туристами по воде, теплоходами, достаточно плотный поток. Мы принимаем почти тысячу судов в сезон. И развитие водного туризма для нас это отдельное направление. И мы хотели бы это направление не оставлять без внимания. На территории у нас и наших соседей вместе с нашими соседями мы проводим ежегодный водный форум и обозначаем нашу перспективу развития водного туризма. Ну, если основное, основное наше богатство, конечно, это те города Ярославия. Это 12 городов. Они уникальны тем, что расположены непосредственной близости друг от друга по принципам транспортной доступности прошлых времен. Это световой день на лошади. Как правило, это 60-70 километров. Сегодня это нам дает возможность, прибыв в один город и посмотрев программу одного города, в течение часа переместиться в соседний город и успеть посмотреть еще и соседний город. Это позволяет, опять же, давать большую сборку маршрутов между нашими городами, как по хорде с Твери, например, до Костромы, с Костромы в Московскую область и делать различные интересные маршруты для различных форматов путешественников, как организованных групп, так и индивидуальных туристов. Основное, конечно, сегодня сердце у нас, это наш Ярославль. Весь центр Ярославля входит в наследие ЮНЕСКО. Почему именно Ярославль? Почему Ярослав Мудрый? Я вкратце историю расскажу. Дело в том, что княжь Ярослав Мудрый в Ростове-Великом, где находится самая древняя наша православная епархия ростовского Кремля, и его соединяется с Ярославлем река Котросль, которая петляет, но выходит в Волгу, впадает в Большую Волгу. Вот как раз в месте впадения Котросли в Волгу Ярославов, ну, если говорить так грамотно экономическим языком, понял, что надо здесь быть и контролировать вот этот вот рубеж и защищать Ростов от набегов неприятелей, и это удобнее с точки зрения торгово-экономического развития, поэтому он здесь закрепился, построил храм, построил город, и город дальше развивался как город купеческий. Все, фактически, основная артерия из Варяга в Греки проходила через Ярославль, давала возможность Ярославлю развиваться и развиваться ярославскому купечеству. Почему мы об этом говорим? Потому что все наши ближайшие города – это тоже наследие русского купечества, прежде всего, такого русского добротного крестьянства. Оно сегодня отражается в наших частных музеях, в частных коллекциях, в наших музеях-усадьбах, которые фактически выходят из-за предела этих наших 12 городов и дают возможность отходить от традиционного такого устоявшегося понятия, что Ярославль – это золотое кольцо и это купола. Конечно, да, это золотое кольцо и купола, но сегодня уже существует масса просто направлений, которые вообще никак не затрагивают тему паломнического туризма и дают возможность прежде всего сегодня нашему подрастающему молодому поколению находиться на нашей территории, получать впечатление от современных форматов отдыха, прежде всего приключенческого туризма, то есть спортивного туризма, водного туризма. Это прежде всего все, что связано с ветром, с парусом, с водными развлечениями, соответственно, все, что связано с приключениями, поисков культурных, таких исторических фактов. У нас много исследователей приезжает с изучением затопленных территорий, это можно делать круглого года, почему-то именно зимой это делать даже лучше. У нас сегодня есть экскурсии подводные, подлёдные, когда есть возможность рассмотреть архитектуру утраченных наших городов, утраченных усадеб, найти какой-то интересный для себя артефакт и, в общем-то, стать более подкованным в плане наших исторических фактов развития. Вот. Основные такие вот якорные точки наши, мы считаем, которые мы хотели бы как авангардам всегда о них говорить, это несколько таких знаковых мест, которые в силу определенных исторических событий являются для нас так нашей гордостью. Но, например, это первый русский театр имени Фёдора Волкова. Казалось бы, ну что такое там, Фёдор Волков, что такое? Но на самом деле это молодой человек, которому было 21 год. Да, он родился в 1629 году, получил блестящее образование, именно в купеческой семье родился, получил образование, фактически, как, ну так можно сказать, золотая молодёжь, но он был очень увлечённым человеком, овладел немецким, совершенствия узнал, читал современников и очень любился священно действия, вот такой театральный. Оказавшись вот в Петербурге, он получил образование именно театральное, вернулся к себе в Ярославль, получив именно такое образование театрально-академическое. Он организовал первые постановки в амбаре, в Коженом амбаре своего отца, и любой житель Ярославля мог купить билет и посмотреть на минуточку греческие трагедии первые. Об этом узнала Елизавета Петровна, императрица, до нее дошли слухи до Петербурга. Она выделила деньги, это исторический факт, на подводы, на то, чтобы он собрал весь свой скарб, всю эту постановочную часть и отправился в Петербург. И он был первым русским актером, и знаменитая Александрийка, это как раз Федор Волков со своим другом, который был первым директором театра именно в Петербурге. Но исторически мы полностью считаем, что первый русский драматический репертуарный такой театр и священное действие состоялось в Ярославле. И, соответственно, мы театр Федора Волкова презентуем как бутылка кока-колы, потому что это интересный фасад, прошу обратить внимание, посмотреть в интернете. Такого ансамбля нету, повторяющегося. Федор Волков запомнился еще тем, что он вошел в политическую историю страны. Когда Екатерина II пришла к власти, он единственный, кто находится в составе вот этого полка, поехавшего арестовывать ее мужа. А дальше возникла политическая проблема, как Екатерину поставить на трон и провести инаугурацию. Не все были рады видеть немку. И Федор Волков предложил в рамках масленичного гуляния устроить такой вот маскарад из греческих таких боков, составить вот такой вот целый марафон, как это правильно сказать? Карнавал. Карнавал такой, да, который ходил по Москве, где первые тележки символизировали богов распутства, пьянства. Ее мужа. А уже в конце торжествующая Минерва, это символ Екатерины, несущая просвещение, шла в этом карнавале. Дальше шли, разбрасывали хлеб и деньги. В общем, все были рады и довольны. И Федор Волков непосредственно был постановщиком этого шоу, кстати. Это первый постановщик таких больших маслевых агитационных шоу, который сам принимал в этом участие. Но поскольку Масленица была ранее, он заболел и умер уже в апреле, в возрасте 33 лет. Вот представляете, да? Сегодня театр Волкова находится в Ярославле, является нашей площадкой, экспериментальной. Художественный руководитель, не менее известный человек, ученик Петра Наумовича Фоменко. Это наша русская классическая театральная школа, Сергей Виталтов, Пуски Палис. Очень много интересных постановок делает сам театр. И делают режиссеры приглашенные, например, Егор Дружинин. У нас открывает наш 271 сезон, единственный театр в стране, который в 271 сезон. И доступные экскурсии. И доступные, кстати, экскурсии в театр. Можно приехать и именно прямо в театре пройтись. И актеры театра проводят экскурсии по театру. Ну, вот, наверное, один из таких ярких, о котором вы вряд ли знали. Потому что про Ростовский Кремль вы, конечно, все знаете, что там снимался Иван Васильевич, меняет профессию. Но это не все про Ростов. И вот тут вот мы интригу сохраняем. Приезжайте, и мы вам расскажем уже про Ростов на месте. Так же, как и про другие города. Отдельно хотим сказать про наши промыслы, художественный промысл. Департамент туризма в Ярославской области занимается именно поддержкой и развития народных художественных промыслов. Это касается всех средств выразительности, в том числе и гастрономических. У нас достаточно богатые, интересные рецепты, которые на первый взгляд, ну и для меня были открытием. Недавно в нашем одном из муниципальных районов обнаружилось вот такое блюдо кулага. Если кто-то знает, напишите, ну рецепты 1850-х годов, что это такое. Это все можно попробовать. Сегодня мы готовим вместе с нашим профессиональным сообществом большой такой фестиваль, онлайн-фестиваль, объединяющий все наши территории, всех наших гастроэнтузиастов и не только наших народных художественных промысловиков. Мы сейчас даже не говорим о традиционных наших состоявшихся брендах, как Ярославская Майолика, Ростовская Фенифть. Это уже самостоятельные бренды, которые выросли и являются амбассадорами нашей территории, представлены на всех международных площадках обязательно, являются поставщиками нашего московского Кремля. Сувениры туда отправляются именно прям непосредственно с фабрики нашей Шепелевской Майолики. Это достаточно, мы считаем, важный инструмент в закреплении в якоре впечатлений. И мы говорим о том, что главная задача в том, чтобы гости находились у нас, получали удовольствие от впечатлений, конечно, комфортное обслуживание и обязательно возвращались. Если гости к нам возвращаться не будут, то, в общем-то, в какой-то момент мы закроемся. Ну, то есть, в общем-то, даже непосредственно большая агломерация там московская, как многие могут позавидовать, скажут, ну, конечно, вы рядом с Москвой, но мы все прекрасно понимаем, если один раз гость к вам приехал и в другой раз не собирается приехать и расскажет еще другим, чтобы не ездили, то какая бы рядом большая аудитория целевая ни была, фактически вы обречены. Сегодня в регионе у нас порядка 280 с лишним средств размещения, классифицированных средств таких, может быть, сегодня не так много, как хотелось бы, около сотни средств у нас сегодня классифицированы, но что нас радует, что сегодня и малые средства размещения развиваются для частных, индивидуальных таких туристов, это делают прежде всего наше предпринимательское сообщество. Ну, и большие инвесторы заходят и рискуют, и строят большие красивые объекты. Один из них вот представлен, это курорт «Золотое кольцо». Он находится в Переславском районе, в муниципальном округе, где-то в непосредственной близости от Москвы, порядка 150 километров, это где-то порядка, ну, так, полтора часа, два часа максимум. И этот комплекс включает в себя два больших корпуса комфортных. Прежде всего, он для нас позиционируется именно как майс-площадка, возможности проведения крупных международных форумов. Сюда к нам приезжал наш премьер-министр Мишустин, проводились большое совещание по проблематике развития исторических таких центров городов, как раз вот на территории этого курорта. Здесь уникальность в том, что приезжая сюда, пользуясь всей той инфраструктурой самого комплекса, можно ездить по Переславскому району, где находятся, ну, просто уникальные, неоткрытые, я считаю, такие места в виде таких усадеб купеческих, каких-то несостоявшихся путевых дворцов Екатерины. Это усадьба Смоленская, которая построена там пленными французами для встречи Екатерины. Ну, она до туда не доехала, но усадьба осталась, осталась Дубрава, и интересное историческое наследие со своими легендами и тайнами. Усадьба Ганшинах я для себя сам недавно открыл, оказывается, купцы, у которых был там логистический такой пункт, домик, а их сын связался с революционерами, конкретно с дедушкой Лениным Владимиром Ильичем, он дружил, и он помог ему напечатать первый его труд, кто такие друзья народа. То есть привез туда печатную машинку, поставил, и Владимир Ильич туда приезжал, именно там в этих горках, в разливах. Он там находился несколько дней, это подтвержденные факты, мы прям за это боролись. На столетие Владимира Ильича это вспомнила наша советская власть, и постаралась, так сказать, придать этому месту историческую значимость. Сегодня это музей, музей, который посвящен вот тому факту, что был напечатан первый труд там. Но самое интересное, те люди, которые находятся там, они с таким большим творчеством и любовью подходят к этой площадке, что для меня вот открыли еще одно такое открытие, я для вас всех поделюсь, вот рекомендую, обратите внимание, игра «Кракет». Старая такая забытая игра, в которой можно поиграть на территории этой усадьбы по правилам. И на удивление, на удивление она так заводит, и вот хранитель этого музея мне рассказал, что вот в эту игру очень любили играть наши офицеры, потому что можно было обязательно играть вдвоем, с дамой, и вот в этот момент бутылочка вина, можно было даму, так сказать, приобнять, помогая ее там клюшку держать, и в общем-то в нее можно было играть бесконечно. Игра до боли простая, напоминает наш бильярд, но играется на свежем воздухе, при хорошей погоде. Меня было просто не оторвать. Я начал играть вот с этим вот Александром, хранителем музея, и мне в какой-то момент сказали, Владимир Васильевич, ну уже пора. Я для себя точно знаю, что я туда приеду обязательно, сейчас снег сойдет, площадка подсохнет, и я поеду туда обязательно играть. Ну и там есть, конечно, с дамой, и я вас в сверху тоже туда приглашаю. Тем более, что как раз вот эта усадьба находится, например, между Переславным Залейским и Суздальем, то есть по пути. То есть вот с чем прекрасно, что все вот эти места находятся непосредственной близости, и можно просто всегда составить свой маршрут. То есть нетрадиционно пойти смотреть там Плещеево озеро, Александрову гору. В этом году мы отмечаем 800-летие великого князя благоверного Александра Невского. Большие мероприятия у нас будут проходить на территории вообще области, конкретно Переславского района. 11-12 июня будет такой их пик. Ну, например, в начале июля вот на территории курорта Золотого кольца будет проходить фестиваль тяжелой музыки. 32 команды из 16 стран приедут вот сюда, и вот если вы посмотрите на вот этот вот комплекс, то сзади него такая Виктория расходится. Вот там у них есть площадка, и она будет фактически сценой и фасадом. Мы ожидаем несколько тысяч. Фестиваль называется Big Gun. В интернете есть их отдельная страничка, можете посмотреть. Это как раз вот если говорить про этот комплекс. Я не буду Переславский район сейчас и Переславль пиарить, время занимать. Наверное, мы отдельно об этом скажем. Ну и если говорить про морские истории, отдельно вот хотелось бы сказать про тоже большой достаточно объект. Сегодня это называется курорт Ярославское взморье. Он как раз находится в моменте впадения Волги в Рыбинское водохранилище. Вот здесь представлен их такой дебаркайдер, это ресторанный комплекс. Сам комплекс достаточно большой, с хорошей спа-зоной, с бассейнами, с возможностью майсов. Но самое главное, что вот сюда сегодня мы вместе с инвесторами сделали возможность и вошли в регистр водные, как зеленые стоянки. Здесь останавливаются большие суда на зеленую стоянку. Здесь находится большая марина для коммерческих яхт и лодок с возможностью заправиться, ночевать и ставить их, в принципе, и на зиму. А самое главное, что буквально еще 2-3 мили и там начинается Рыбинское водохранилище. А если прям взять и посмотреть через Волгу прямо, то там находится Институт рыбного хозяйства, Институт исследования моря. Это интересная история нашей страны. Там, например, вот работал наш знаменитый Попанов, исследователь северных наших широт. Там находится его музей. И это тоже такая туристическая аттракция, которая может быть использована здесь. Мы в свое время организовывали экскурсии в Мышкин, потому что здесь буквально 3 часа по воде до Мышкина. И можно окунуться в наш старый город с, наверное, самым большим количеством плотности музеев частных. С интересных музеев, с мастер-классами, где можно попробовать в наших традиционных техниках работы с глиной, с металлом, себя, взять эти сувениры с собой. Но это уже традиционно само собой. Ну, в общем-то, подводя итоги, хочу сказать, что у нас наша область достаточно насыщена сегодня современными туристическими, уже профессиональным языком говорю, аттракциями. И я сейчас вот заканчиваю такую краткую нашу презентацию. Хочу еще раз всех пригласить к нашему такому деловому общению, прежде всего, крупных операторов и туристических агентств, у которых есть какие-то идеи, касающиеся вип-туризма такого. Мы это направление поддерживаем и рассматриваем, и оно у нас очень хорошо работает для каких-то там топ-менеджмента крупных холдингов, компаний, как отдельно небольших групп, так и больших. К нам, например, приезжала компания Норникель, привозила всех своих директоров логистического кластера. Компания большая, они у нас были в Ярославле, но так случилось, что они готовы еще раз приехать к нам и на другую нашу территорию. Я вот под этим углом предлагаю посмотреть майсовиков, кто занимается майсами, и еще раз пользуюсь возможностью, давайте попробуем войти в общение. И мы готовы на все ваши инициативы и идеи откликаться вместе с Центром развития туризма. Сегодня мы цифровизуем наш портал, это единственный наш вход в цифровое пространство. В общем-то, мы предлагаем вам заходить на наш портал «Видит Ярославль.ру», где мы объединяем лучшие наши туристические продукты, возможности фильтрации по городам, по местам, по событиям. И эта работа только начинается, соответственно, мы хотим его сделать продающим, чтобы там можно было уже напрямую продавать билеты в музеи, либо уже готовые туры. Мы потихонечку к этому движемся. И если у нас есть какие-то, вот у вас есть замечания по порталу, тоже, пожалуйста, присылайте, нам будет интересно смотреть, послушать, может быть, какие-то идеи, мы обязательно такую обратную связь будем собирать, нам это очень-очень важно. Вот, благодарю вас большое, спасибо вам за внимание, уважаемые коллеги. Всем желаю хорошего настроения, всех приглашаю в театр. У нас 26-го числа день театра, вот, и 27-го числа у нас, да, 27-го у нас день театра. Вот, приезжайте к нам на наши постановки. Заходите на портал Волковского театра, изучайте нашу историю, увлекайтесь. Спасибо, Владимир Алексеевич. Да, коллеги, у нас заканчиваются вебинары, поэтому мы должны переключиться, да, то есть, вот, поэтому и, соответственно, мы немножко сдвигаем наш тайминг и следующую итерацию, вот, буквально, то есть, без перерыва мы сразу начнем, просто переключимся, отпустим Владимира Алексеевича и начнем уже говорить конкретно про «Лето на Волге» и про рекламу на нашу компанию, и про те продукты, которые внутри этой сборки есть, которые мы сегодня вам, собственно, и представляем.